Ребят, всем привет! Мне на один день дали вот такие веера танцевальные, вейлы, я так понимаю, вейлы. Я подумала, что с ними можно сделать красивые какие-нибудь фотки или небольшие видосики, но оказывается, просто так хаотичными махать это тоже не дело, тут есть своя наука, поэтому давайте посмотрим. Оказывается, их лучше даже не стирать, иначе краска может полинять, поэтому используйте то, что у вас есть, к тому же, если вам дали их ненадолго, в общем, так это выглядит для меня, я сама его в первый раз держу, вот так. Я в интернете посмотрела, пишут, что лучше всегда держать максимально раскрытым, то есть, чтобы он у вас вот так вот не скуконировался некрасиво, чтобы он всегда был максимально раскрытым, я не знаю, наверное, как-то нужно просто пренравчиться. Что мы с вами поделаем? Для начала мы просто раскроем их и попробуем ими делать такую небольшую волну, да? То есть, вы берете кисть и кистью делаете движение вперед-назад, вперед-назад. Понятно, да? Ой, я не влажну вся в камеру. Ну, наверное, будем думать, что это очень красиво. Потом можно делать очень мелко, попробуйте там перед зеркалом или сами вы чувствуете, как это выглядит. Потом можно так вот замазнуть и делать вот такую вот волну, переходящую вниз. Можно делать взмахи по диагонали, да? Попробуем делать вперед и при этом немножко трясти, чтобы получалось полно. Это первое. Значит, еще одно движение, это когда вы взмах делаете вперед, а потом умолите к себе. Вперед и к себе. Если делаете в бок, как бы на одну ногу вы наступаете, а другая думаете. То есть, вперед и к себе. Вперед и к себе. Практикуйтесь там перед зверхой. И вот это наша мелкая волна, которую мы в самом начале учили. Раскрытые веера. Я смотрю, уже они мне хочется немножко сложиться. Оп, оп. Как бы что, вперед и к себе. Оп. Ууууууу! Следующий элемент, очень красивый, если вы сможете его сделать, это рисовать восьмерки руками. Для начала нужно запомнить одну руку. Вы проводите как бы перед лицом, потом за головой, и потом вот так вот дорисовываете восьмёрку. Представляете, что вы рисуете восьмёрку. Угу. Ну, вокруг себя рисуете восьмёрку. Узбирайте мне тут на себя. Вот, и... Потом надо будет вам то же самое научиться делать другой рукой. Вот, я правша, мне левый будет легче рисовать. Сейчас я попробую левой рукой. Давайте вместе. Попробуем сюда рисовать на левой рукой. То же самое получается. За головой, перед собой. За головой, перед собой. Угу. Рисуем восьмёрку. И потом, потом, нужно будет эти два движения соединить. В общем, а... Это именно то движение, которое мне далось. Наиболее тяжело рисовать восьмёрки руками. И потом они делают то же самое и ходят. То же самое. И вдруг ещё и ходят вот так вот. Ну, в общем, я всё запуталась. Попробуйте. Может быть, я что-то объясняю не очень правильно. Но, надеюсь, что что-то у вас получится. Следующее движение, которое я посмотрела в интернете. Вы делаете взмах вейнером. Опускаете, поворачиваете руку, опускаете назад и разворачиваете перед собой. Вверх, развернули перед собой. Вверх, назад перед собой. Вверх, развернули перед собой. То же самое потом делаете на другую руку. Вверх, развернули перед собой. И потом, в общем, нужно будет эти два движения соединить. Вы, в общем, так делаете. Должно быть очень красиво. И якобы нужно научиться делать это очень быстро. А-а-а-а! Следующее упражнение мне показалось самое простое. Попробуйте, может быть, даже вам придется его поддельностью руки разлучивать. Вы взмахиваете лицевой и опускаете как восьмерка. Вверх, вниз, вверх, вниз. Как будто крылья у меня. Ах, вылетает, бля-бля. Может, наверное, не вонок. Нет, не вон, не вон. Ой, это вообще классно. Амфика. Еще вонок. В общем, такие простые движения, ребята. Надеюсь, у вас все получится. И чтобы были у вас красивые фоточки. Пока!